Ну конечно вам можно, вы же так смотрите, но с верой я как могу сказать, что нельзя. Я очень рад тому, что вы здесь со мной, Олег. Спасибо вам. Ваши вопросы? А если произошло всё наоборот? Вот вы говорите, что если в семье присутствуют только интересы материального плана, а если произошло всё наоборот? То есть мы разошлись с молодым человеком на основании как раз духовной практики. Да? Да. У нас не было никакой духовной практики. Это называют духовной практикой. Знаешь, что такое духовная практика? Духовная практика — это прощать человека, просить прощения у него, принимать его, заботиться о нём и служить ему. А если вы думаете, что духовная практика — это игнорировать человека, думать только о Боди, плевать на близких, заниматься только собой, не работать и оплынивать от своих обязанностей, если вы это считаете духовной практикой, то это полное безумие, так думаю. Духовная практика означает совсем другое. Это означает, что человек в молитве свою жизнь укрепляет, а не уходит от неё. Услышали меня, Ирина? У вас просто не было знания, что такое духовная практика. Вас обманули. В смысле? Вы вошли в заблуждение. Духовная практика означает, что вы больше прощаете, больше способны принимать человека, больше любить. Как может быть такое, что вы больше любите человека, больше принимаете, прощаете, больше служите, больше заботитесь ему, и при этом это приводит к разводу? Как это возможно? Развод вообще не предусмотрен в духовной жизни. Люди, когда духовной практикой правильно вместе занимаются, они не могут развестись. Точно так же, как от себя нельзя оторвать руку. Вот Олег Геннадьевич, я духовной практикой начал заниматься, раз, рука отсохла и отвалилась. Все, нет руки. Возможно, нет? Можете это представить? Ваша рука отвалилась. Можете представить? Нет. Я хочу сказать, что с точки зрения молодого человека, с которым мы расстались, он сказал, что из-за того, что... его мнение такое, он считает, что, скажем так, мое продвижение в духовной практике сильнее, чем его, хотя я так и не считаю. И на этой почве... А, он говорил о вашей гордости. Да. Сейчас я вам расскажу, это вообще, это потрясающая тема. Допустим, я стал вегетарианцем, да? Допустим, я стал вегетарианцем. Нет? Ну, да. Я не могу сидеть рядом с мясоедом. Я приискую, не стяжу. А если муж мясоед? Ну, я еще не могу рядом с ним сидеть. Да. 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 Ну, это же просто гордость, мои хорошие, и все. Вегетарианство означает большее сострадание, а не меньше. Но я не гордилась этим совсем. Гордость неизвестна человеку. Гордость можно познать с помощью других. Если он говорит, что вы более возвышенно, чем он, это значит, что вы были недоступны. Ну, доступность – это не возвышенность, а гордость. Ну, представьте. Я был в святом месте. Чувствуете, нет? Переменуло мне. Я в святом месте, я вообще-то, думаю. Пыль святого места еще осталась на моих стопах. Делки выводу. Чувствуете, да? Чувствуете, нет, что-то гордость, 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 гордость. Там нужно почувствовать для того, чтобы не было этих ошибок. Не потому, что я не хочу вам сейчас больно делать. Не хочу сейчас на вас сделать лекцию. Я хочу, чтобы вы поняли, что есть ваша вина определенная. Святость означает другое. Это очень простое поведение человека. Мать Тереза была такой. Она была очень простой, доступной для всех. И никто не мог сказать, что он очень возвышенный. Потому что тем более возвышенный человек, тем больше его возвышенность прячется внутри него. Она не видна. Он простой, доступный становится, этот человек. Услышали его? А, что-то нужно сейчас делать. А он совсем ушел, что ли, вообще прямо? Или так, это, еще пока прилипший? Совсем. Вообще прямо, а сколько вы прожили вместе? Наверное, года полтора. Ну, окончательно расстроился, наверное, неделю-две назад. Окончательно. Окончательно, две недели назад. Окончательно. Да? Ну, то есть мы поговорили, и он сказал, что он хотел бы на этом поставить точку. Точку. Да. Почему? Потому что одна из основных причин состоит в том, что ему очень тяжело... Нет, 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 это не хочу это слышать. Я хочу слышать, как вы его обидели. Как вы его обидели? Скажите сейчас. Не хотите делать? Не хотите? Я пытаюсь понять. Вот все, что вы мне говорите, это указ, знаете, на чем говорит? Ну, как вот с детства есть такое, как бы, и не писи, и в мой горшок. Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок. Не играй в мои под игрушки и не писи в мой горшок. Две недели расстались назад. Люди не могут за две недели расстаться. Между вами еще есть связь. И причина того, что он не рядом с вами, заключается в том, о чем написано в этом стихотворении. А все это философски обосновано уже. Потому что мужчины все философски обосновывают. Примем? То есть причина. Вас. Вас. Означает, что? Вы не давали ему энергии женской любви. И так как ее не получает человек, он будет. Это эгоизм означает, женский эгоизм. Что я думаю о Боге, там, означает о себе, в данном случае. Потому что что такое служение Богу? Это означает делать всех счастливых вокруг. Он не получал женской энергии от вас просто. Вы не служили ему как женщину достаточно. Не было ли ласки, заботы, внимания. Это означает духовную жизнь в семье. Духовная жизнь, это не означает не обращать друг на друга внимания, смотреть на Бога, холодно относиться друг к другу. Это не возвышенная семейная жизнь. Возвышенная семейная жизнь прощать, просить прощения, заботиться о человеке. И при этом думать о Боге постоянно. Вот это возвышенная семейная жизнь. Бог, Он личностный. Он живет в отношениях. Он не живет в том, что мы холодно относимся друг к другу. А вы именно так живете вместе. Вы услышали меня, Елена? Да. Все. Можно так прийти к нему и сказать. Я все поняла. Я услышала о лекции Олега Геннадьевича. И я теперь буду заботиться о тебе. Даже на расстоянии. Если ты не хочешь со мной жить рядом, то я могу заботиться о тебе в своих мыслях. Я заботюсь о нем, о своих мыслях. Все, он куда-нибудь денется. Я боюсь, что... Не надо бояться. Страх означает отсутствие возможности достичь цели. Зачем нужны старшие? Я думаю, что... Я думаю, что тоже не надо. Нужны старшие для того, чтобы дать вам знание. И старший сейчас вам говорит, что у вас есть объем работы. Вы должны сначала в мыслях служить ему, а потом постепенно это перейдет в магнетизм, чувство. То есть когда ваше служение станет сильнее вашей гордости, когда в этот момент ваш магнетизм... Потому что Бог-то вас вместе тянет друг к другу. Я же это вижу. Он еще не ушел. То есть он тянет, а вы друг к другу тянетесь. Я это вижу. Я могу это видеть или нет? Наверное. Наверное. Бестолково. Вы же духовной практикой занимаетесь. Вот почувствуйте, могу я это видеть или нет. Вы же духовной практикой. Если я могу это видеть, а я могу это видеть. То я вам говорю, что Бог вас не разлучил. Вы находитесь вместе с ним. Еще вместе. Я чувствую этого человека внутри вашего сердца. Чувствую рядом с вами. Бог вас не разлучил. Вы вместе находитесь. Но эти отношения, они получили крах, потому что в них не было того, о чем я сегодня на лекции говорю. Что люди имеют каменные сердца. Понимаете, это каменное сердце может проявляться в виде желаний материального счастья или неправильного понимания, что такое духовная жизнь. И то другое означает, если в одну сторону качей могут качнуться, есть в другую. Но все это означает только одно. Нет внутренней жизни в отношениях. Внутренняя жизнь в отношениях означает прощать, принимать человека, служить ему, любить. И вы сейчас можете это начать делать, потому что ничего не потеряно. Вы прямо сейчас можете начать ему служить в своем сердце, прощать. Просить прощения. Заботиться о нем. Звонить. И потом лед будет таять, 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 таять. Так как Бог вас держит вместе. Лед будет таять, таять. Потом раз. И его потянет назад. Понятно с тем. Давайте с вами рассмотрим строковочные варианты. Вдруг, если не потянет, то в этом случае Бог будет благодарен вам и даст вот такого мужа. Вот такого мужа. Точно такого же, как это, только лучше. Может быть, этот самый будет лучше. Он вернет с угоном. Все-таки. На этом пути нет потерь. Нет потерь. Но этот путь трудно достижим. Потому что это означает не печалиться сейчас сидеть, но, а я думаю, а просто идти этим путем, понимаете? Идти, служить, действовать, верить. Вот в чем заключается этот путь. Теперь ваши слова. Я уже дал наставление, теперь я хочу услышать ваши слова. Вы же хотели сказать, что я думаю, там ничего. Ну, скажите, что. Я уже забыла. Вы уже забыли. А вы не забыли мои наставления? Я вспомнила. Вспомнила? Хорошо. Я вспомнила о том, что он сказал, ему очень тяжело принимать эту ситуацию, когда он видит, что якобы я вот в этом плане чем-то лучше ему хотела. Это его восприятие мира. Это не означает, что это истинно. Это означает просто то, что вы, он боится вашей гордости, боится неприступности вашей гордости. Это всегда возникает от отсутствия служения. Если говорить о мужчине и женщине вообще в целом, то женщина всегда лучше мужчины. Вот какой мужчина согласится жить с женщиной, которая хуже? Мужчина согласна, что женщина лучше всегда? Все самое лучшее и светлое у женщины наружу выходит. Она не может быть не лучше. Женщина лучше, чем мужчина. Но видите, интересно, что вот это, в этом случае мужчина говорит, я не буду с ней жить, потому что она меня лучше. Так мужчина и влюбляется в женщину, потому что она лучше. Он и любит ее, потому что она лучше. Зачем ему любить то, что хуже? Почему он ушел? Потому что вы непреступный человек, вы не служили, понимаете? В этом причине. Вы слышали, как на сердце доходит, мое слово? Или как от стен к углу? То есть мое отсутствие сражения заключалось в том, что я не дарила ему нежность, ласку. Конечно, конечно, конечно. В недостаточной степени. Может быть, дарили, но мало. Не хватало ему, понимаете? Не хватало. Гордость такая, типа я такая возвышенная. Иди сам себе приготовь. Мечтает? Нет. И он возбросит. Вот давайте возьмем другой вариант, разберем. Вы прямо классный человек, да? Вот все, как женщина, делали правильно. Подтверждение. Вот все классно, как женщина, делали правильно. Он вот очень, вот знаете, он наелся, наелся вкусного такого, знаете, наелся вкусной пищей, вот я сегодня, меня накормили очень вкусно, позаботились, приготовились с любовью. Я наелся этой вкусной пищей, такой сижу, отвалился и говорю, не буду больше есть вкусную пищу, недостоин. Недостоин. Вообще просто. это вероятно, нет? Вероятно. И если это так, значит, он настолько тупой, лучше с ним вообще не будет. он вообще с тупой человеком жить, пусть. А что ты не любишь? Ну, если я такой тупой, что я не понимаю, что он мне с любовью приготовил, надо есть дальше и просто радоваться жизни, как бы просить, просить, как бы смиренно, чтобы дальше этот человек тебя готовил. И заботиться о нем, желать ему счастья в своем сердце. Кто сказал? Вы давайте сейчас, давайте с вами, микрофончик давайте. Это же ты в прошлой жизни. Спасибо, спасибо вам большое за ваши слова. Сейчас мы кое-что узнаем интересненько. У меня к вам вопрос. А вот если вообще как бы вот святой человек мне взял и просто дал знания или меня вылечил хороший врач, это я в прошлой жизни? Нет. Вы говорили о том, что если тебе человек да, значит, он тебе да не просто так. факт. А сейчас вы несколько, на мой взгляд, я чудо. Нормально-нормально. Но противоречите себе. Это здорово. И говорите, что если он чего-то не понимает, то зачем он тебе такой тупой нужен? так как же все-таки правильно? А я это сказал, знаете, в каком случае, вы правы абсолютно, это сказал в таком случае, что он ушел и не вернется. Я сейчас ей объяснил, потому что люди в стресс долги впадают, на год, на два, на три. Человек уходит. А ты все делал, вроде бы все нормально, да? А он, ну такой вариант, знаете, а он ушел и не хочет возвращаться. И бывает такая ситуация, что у человека озарение наступает, что да, ты в прошлой жизни, может быть, это и так, но зачем это надо вообще? А как найти эту точку, когда человек отпустил? Ага, а эта точка находится в служении человеку. Отпустить невозможно. Спасибо, я понял, почему вы меня стучали, что-то вы хотели от меня. Я вам сейчас отвечу на вашу вопрос. Это всех касается, кого просили, всех касается, кого бросили. Я вам сейчас раскрою секрет, который освободит вас от стыдания, сто процентов. Знаете, что если Бог соединил людей, Он никогда их не разлучит. И отпустить человека невозможно. Но есть выход очень хороший. Если вы будете просить прощения, прощать человека, и делать это с очень искренним сердцем в отношениях со святым человеком, потому что у нас нет своей силы. Мы искорки, которые что-то отражают. Если вы хотите проделать работу, работайте вместе с кем-то, который связан с Богом. Это может быть возвышенное, святое какое-то. Не обязательно, чтобы он был рядом. Достаточно просто о нем думать. И вы думаете об этом человеке и просите прощения у того, кто был рядом с вами. прощаете ему. И делайте это в течение, допустим, полугода, каждый день, ну, допустим, по полчаса. Постепенно придет интересный момент. Вдруг, неожиданно, вы начнете видеть очень чистое, все самое чистое и светлое в этом человеке. И перестанете придавать значение той силе, которая вас разрушила в отношениях с ним. То есть, другими словами, ваша любовь к нему станет очень чистой и возвышенной. И она потеряет то, что вызывает боль. Потому что боль в отношениях вызывает только желание иметь этого человека. То есть, это не любовь. Боль возникает привязанность или желание наслаждаться жизнью с ним. Когда ты начинаешь служить ему, прощаешь, просишь прощения, служишь этому человеку, постепенно твое чувство к нему очищается и остается в отношениях с ним только светлая память. Вот когда вы будете светлой памятью помнить всех, кто вас бросили или кого вы бросили, то тогда жизнь станет спокойной. Тогда Бог это означает, что Бог вас простил. Понимаю? Возвращается. А? Почему вы в этот момент возвращаетесь? Возвращается человек? А что, это плохо? А что делать с этим счастьем? Он возвращается и у вас никого нет при этом, да? Ну и живите с ним. А? А если не он кто-то был в этот момент? Кто-то был. Давайте микрофончик. Мы с вами решили вопрос? Я не знаю. Нет. Я вам дал ответ. Я знаю точно, что это работает. То, что я сказал, это спасет от чувства разлуки сто процентов. Это единственный правильный выход. Я свидетель этому. В январе месяце. Здравствуйте. Я просто могу подтвердить. Я как бы Савик Геннадьевич. А я лично вам верю. Ну вот я с вами познакомилась через интернет, ну, в лекции, слушая буквально три дня. Вот. Я слушаю вашу лекцию. Да вы что? В январе меня... Три дня? Три дня. Я вам поверила. Вот. Ну, там на ночь я с именем с этим ложусь, я с именем с этим стоял. Это называется не вера, а вдохновение. Вдохновение, да. Потом дальше вас потянет посмотреть сплетни обо мне в интернете. Решение, ну, я... Послушайте, послушайте меня внимательно. И если вы не захотите это делать, тогда это означает веру уже. Хорошо. Я потом... Да, может, обязательно потянет посмотреть сплетни. Но если вы решите для себя, что этот человек такой, какого я его чувствую, и он для меня таким останется на всю жизнь, это означает, что вы хотите со мной строить такие отношения, через которые будет действовать Бог. Потому что у каждого человека есть поражение в жизни, препятствия, недостатки и хорошее. Но если человек искренне стремится к чистоте, то тогда и другой человек искренне стремится к чистоте, тогда между ними могут возникнуть чистые отношения, несмотря на все их недостатки. Эти чистые отношения означают не искать недостатков друг в друге. Не искать. Если я буду вас искать недостатки, вы не будете слушать мои лекции. Если вы будете во мне искать, тоже не будете слушать мои лекции. Но если мы не будем друг в друге искать недостатки, мы будем развиваться и дальше с вами. И может быть, я ваши лекции буду слушать потом. Неизвестно. Неизвестно. Но сейчас еще вы мне не поверили. Это называется вдохновение. Мне нравится это чувство. Я хотела сказать, как это происходит. Самое личное, это мой опыт, горький или на самом деле. Давайте, мне сейчас это очень ценно. Мы говорим о семье. Как нас отпусти в ситуацию. Я пыталась находить какие-то утешения. Пыталась ходить к психологам, пыталась читать сайты, пыталась трансерфинг слушать. Что мне, собственно, помогло. Пыталась делать книги. Давайте ближе к делу. Ну, в общем, не отпускала. Я стала прощать. Мне уже было как-то не больно, мне уже было спокойно. И вот буквально три недели назад развелся он со мной, он меня там ругал. Вот, и вот он вернулся. И я не вижу в нем недостатков. Ну, я его, на него не обижаюсь. Я его, как бы... Но он гулял, да, от вас? Он сказал, честно, да. Я хочу вернуться, но я... У меня вот были. Я думала, что, как бы, есть еще такой же... А что вас, вас что волнует? Его любовь чистая к этому человеку? К другому? А просто трение, трение палочки о колбочке? Что вас волнует? А, в нем? Нет, вот в том, что у него кто-то был. Я сейчас очень важную тему скрываю. А, да. Вы должны сейчас разобраться, что вас волнует. Я хочу духовных отношений. Вас волнует... Вот, подождите, подождите, мы про измену говорим. Это важно, потому что делом темы нашего сегодняшнего бра... этого... лекции. Мне волнует. А сам тебе не волнует? Нет, волнует, однозначно. Всех волнует. Сто процентов всех волнует. Давайте разберемся. Когда что-то волнует, всегда это можно решить с помощью понимания. Сразу перестает волновать. У меня к вам вопрос, ко всем. Что вас волнует? Его любовь к этому человеку чистая, светлая, которая не может волновать. Если, допустим, у меня жена, у нее духовный учитель, она чистую, светлую любовь к нему имеет. Вот верьте, нет. У меня нет ни чувства протеста, ни зависти, ни ревности, ни конкуренции. Ничего вообще сердца плохого от этого нет. Этот человек также является моим наставником. Не вот духовным учителем прямо, но наставником. Ее духовный учитель, моей жены. Когда чистая, светлая любовь к кому-то, вообще никакого чувства плохого не возникает. Теперь, если этот человек потерся от какую-то женщину. Да, не грязно как-то. Ну, потерся от нее. Ну, как бы грязно. Он помылся под душем, там тело как бы очистилось от элементов трения. Вот. И тоже нормально же, правда? Нечистота остается. Согласен, да, согласен. Это другой вопрос. Сейчас мы говорим о том, что люди часто бросают близких людей из-за измен. Ну, это было бы уже после того, как раз, да. Ну, хорошо, вы себе так объяснили. Ну, мы сейчас говорим о трении палочек, о колбочек. Вот. Вы пытаетесь понять, что есть механика просто наслаждения. Да, люди понаслаждались. И... А есть любовь. Вот любовь и чистое светлое чувство. Если человек любит другую женщину именно такой чистой любовью, то, может быть, ему лучше с ней жить. Но это чистая и светлая любовь, когда Бог нас соединил, а Он любит другую. Или это не чистое светлое чувство? Это просто Его желание наслаждаться и так. Потому что чистое светлое чувство и сационированное чувство, оно не может возникать просто потому, что я так захотел. Если я... Мне понравилась другая девушка. Я считаю это чистым светлым чувством. Это не моя жена. Это будет чистое светлое чувство или нет? У меня к вам вопрос. Нет. Потому что чистое светлое чувство возникает только по воле Бога. Когда воли Бога нет, то никакого чистого и светлого чувства возникнуть не может. Это самообман. Теперь, чего же тогда меня беспокоит в том, что человек близкий изменил? Чего он меня беспокоит? Все, что он покерся, ну очистимся, помолимся, как бы это перестанет действовать на нашу жизнь. Правда, есть грязь в этом во всем. Она проходит в результате, опять же, духовной практики. Можно помолиться, и все пройдет. Ему тоже жена, а он материалист, вроде как. А он уже духовно развитый, да, человек? Я не... Ну, вообще, ну, как бы мы об этом говорили, я не считаю себя духовно развитой. Тогда что вы так назвали, будет так? Ну, он так себя называет. Ну, мало ли, что он там называет. Давайте сейчас... Спасибо вам. Я сейчас отвечу на ваш вопрос. Мы сейчас уже с залом будем вместе обсуждать все. Смотрите, очень важно понять, почему мне так плохо. Близкий человек начал половые отношения с другим человеком. Мне очень плохо. Я готов его оставить за это. Это предательство. Почему мне так плохо? В чем причина? А? Нет, 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 нет. Причина такого разрушения в сердце заключается в том, что я верила в него. А он предал мою веру. В этом причина, понимаете? Все остальное это просто... Ну, оно решается просто, все остальное. А вот вера, я верила в человека, верила, понимаете? А он разрушил мою веру. Я верила, что у нас будет чистая и светлая семья, что у нас будут глубокие отношения. А он взял и гульнул. Согласны со мной или нет? Что с этим делать? Мы нашли причину. Я потерял веру в человека. Что с этим делать? Как простить? Надо веру направлять. Мы разделили человека качествами, которые у него не существуют. Вот ответ на вопрос. А почему мы так сделали? А потому что мы не знаем, что у нас за жизнь. Большинство людей не знают, что ни в невежестве нет верности, ни в страсти. Верность бывает только в благости. Люди, которые имеют вот это в основном в жизни... Невежество означает просто наслаждаться друг другом и жить вообще без всяких правил. Просто мы не расписаны. Мы просто наслаждаемся друг другом. Мы расстанемся, когда захочем. Друг другу об этом не говорим. Просто живем вместе. Это называется невежественная семья. В ней нет правил. Хотя они думают, что они есть. В ней есть только притяжение друг к другу. Притяжение заканчивается... Разошлись, как море корабли. Как бы. Как бы. А боль все равно придется одному испытать из них. Обязательно. Такого не бывает, чтобы не было боли. Так вот, знайте, что когда люди просто так живут и наслаждаются друг другом, они обязательно расстанутся по-любому. Это неизбежность. И знайте также, что если люди имеют просто интересы материальные вместе, и у них нет желания сердца другого человека почувствовать, а он хочет просто семьи, денег вместе, машины, квартиры и наслаждаться. Все, наслаждаемся друг другу, ходим вместе, обнимаемся, целуемся. Марквейн. Это не любовь. Это просто наслаждение тонкой и грубой природой человека. Все, это не любовь. Любовь означает служение. Любовь не означает наслаждение. И только любовь, она неразрушима. Если люди капельку любви в отношении уважения, капельку небольшую, у них семья сохранится навсегда. Эту капельку невозможно предать. Так вот, знайте, что если у людей есть капелька любви, измены быть не может. А если измена была, значит, между вами ничего не было. Не было печали, просто уходило лето. Между вами ничего не было, понимаете? Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. И тогда, если вы это поймете, вы сможете простить и начать сначала с этим человеком. Начни сначала, пусть не везет подчас. Вы сможете начать сначала. Почему? Потому что вы поймете, что измена указывает на то, что не было никакой любви. Мы просто жили неправильно друг с другом, просто наслаждались друг другом. Потому что, когда люди начинают служить, заботиться, верить, прощать, когда начинают честно в сердце жить друг с другом, не может быть измены. Попытайтесь это понять. Не может быть измены. На что менять? Вы сможете бриллиант, крупный такой большой бриллиант, на рубль поменять, нет? Что на что менять? Когда человек чувствует чистое, светлое чувство, и он просто видит красивую девушку, допустим, жене очень чистость, я вам сейчас свое сердце открываю. Девушки красивые есть для всех мужчин. Крышу рвет у каждого мужчину. У каждого. Девушки красивые есть и рвет крышу у каждого мужчины. Но если, ну, как бы, говорит о деле уже, да, там, знакомиться, там, еще что-то, то для этого нужно, как бы, ну, каждый человек сравнивает. Если у тебя есть чистое, светлое отношение с близким человеком, и здесь просто постель, и как бы чмок-чмок, и потом к обеду не ждит твой песик, и потом там все разрушено, тогда зачем? Что я получу от этого всего? Что я получу? Вот это мимолетное чувство, ради которого я должен отдать все, что у меня есть самого ценного в жизни? Да ни за что! Ни за что на свете, понимаете? Ни за что на свете! Ни за какую попочку, понимаете? Ни за какую! А если это произошло, значит, примите этот факт. Между вами ничего не было. Просто вы жили вместе и наслаждались. И все. Вот и все. Да? Да? Случайно? Случайно потерлись, да, так? Мы проходили мимо. То есть вы сейчас говорите о том, что любовь еще не развилась до такой стадии. Она развивается в этом направлении, она еще не развилась до такой стадии, что вот как у Робин Дрона Тагора в песне, да, когда он уходил из жизни, он написал последнее для жены, последнее это. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С белой, как берегу сот, мили кот, мили труб, он прощает. Ты посмотри, ты посмотри без отчаяния. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя. Это любовь моя. Вы понимаете, о чем я сейчас пою или нет? Какое случайное примагничивание, о чем вы говорите сейчас? Если у вас не произошло вот этого вот, то случайное примагничивание, да, означает, что вы еще не развились в отношениях до той стадии, когда это уже невозможно. Но вы идете этим путем. И тогда, конечно, это все ерунда. И вы в сердце это почувствуете? Ну, как бы там, ну, притянуло. Ну, не развились мы еще. Но не бывает здесь ничего случайного, понимаете? Мы не инфузори и туфельки. У нас нет броновского движения, понимаете? Человек все равно выбирает, что-то с чем-то сравнивает, он выбирает. Если у вас нет чистоты в отношениях, то значит можно выбирать. А если она развивается, только эта чистота, тогда немножко может заклинить, закоротить, короткое замыкание произойти, понимаете? И опять тоже, ну, закоротило там близкого человека. Ну, бывает. Не возникает сильного чувства, которое разрушает семью. Сильно чувство, которое возникает, сильно разрушает семью, возникает только в одном случае. Когда человек говорит, ты мне извинил, я с тобой больше жить не буду. Почему он так говорит? И бросает, бросает, потом сам изменять начинает. Потому что Бог же не разлучил этих людей, они еще вместе остаются на тонком плане. А он уже все, этот меня изменил, я другим живу. Точно так же делают, то же самое фактически. Почему так происходит? По одной причине, что ты просто не понимаешь, что моешь дубами, ничего не было. И ты иллюзию выдал за реальность. Ты думал, что у тебя очень верная, настоящая семья. Ты думал, что у тебя все круто в отношениях. Вы очень чисто и искренне любите друг друга. Ты так думал. Но на самом деле ничего не было. Потому что цели и ценности этой семейной жизни были неправильные. Не было служения друг другу, не было прощения, не было открытия сердца, не было принятия человека. Была просто совместная жизнь ради чего-то вот этого вот всего временного, которое надоедает, и хочется потом с другим это все иметь. Но если уже есть ценности, тогда случайности быть не может. Не может просто. Невозможно, понимаете. Ну, невозможно. Ну, вот, допустим, мне хороший, классный номер в гостинице дают, и я, блин, случайно в какую-нибудь лачушку там залез, переночевать с клопами там. Ну, случайно так получилось. Ну, мне номер дают, все, я как бы вроде шел, шел в него, потом бац, в лачушку лег, полежал, там с клопами, ааа, случайно, и пошел дальше в классный номер. Председатель. Ну, это же бред правильно. Ну, как это возможно? Нет, таких случайностей не бывает. А если у вас это получилось, знайте, что это означает, что между вами ничего серьезного не было. Просто не было. Ну, поймите, зачем я эту лекцию сейчас читаю? Я ее читаю для того, чтобы вы поняли, что такое счастье семейное. Ведь 80% разводов у нас не потому, что... Колбочки как бы сильно притягиваются, вот и ничего не сделаешь. Шел-шел человек, потом... Бабам! Склеило. Расклеился, пошел дальше. Это все происходит потому, что ничего не было. А когда мы иллюзию за реальность принимаем, надо просто себе честно сказать, вот сидя в своем сердце честно сказать, ведь просто ничего не было. Так за что его обвинять? За что? За то, что мы просто жили не так вместе с ним, вдвоем. При чем тут он? Это наша общая проблема. Ведь при чем надо знать, что если человек изменяет, кто-то когда изменяет, это означает, что ему что-то не додали. Если человека что-то додают, зачем ему изменять? Ну, это не так вместе с ним. Да! Ага! 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 Продолжение следует...